Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире «Войс-контроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. Все каналы связи работают, так что присоединяйтесь. Говорим сегодня о либерализации газового рынка. Вот такое сложно, вроде бы, для понимания словосочетания, но попытаемся разобраться, что это такое и принесёт ли оно нам пользу. Потому что, насколько мы понимаем, процесс уже, в принципе, неминуемый. Одну либерализацию мы успешно пережили, имея в виду электроэнергию, не для всех она подешевела, скажем, прямо наоборот даже. Вот не будет ли повторения этой неприятной истории. У нас в гостях по традиции двое экспертов. Это бывший министр экономики Вячеслав Домбровский. Здравствуйте. Добрый день. И Юрий Спиридонов, заместитель госсекретаря Министерства экономики, действующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Спиридонов, давайте с Вас начнём. Зачем, собственно, она нужна, эта либерализация? Как любое мероприятие, связанное с сравничной экономикой, это мероприятие, направленное на большую конкуренцию. Большая конкуренция обеспечивает более низкие цены потребителям. Очень просто. Но изначально, насколько мы понимаем, это всё-таки инициатива европейская, не латвийская. То есть мы обязаны это сделать? Изначально эта инициатива, как накопленная норма, была связана с украинским кризисом энергопоставок в 2009 году и также с очень большим доминированием одной или другой страны в миксе, энергетическом миксе Европейского Союза. То есть, по большому счёту, компании, представленные «Газпром», «Роснефть» и так далее, доминируют на рынке энергопоставок именно в области газа. Таким образом, могут обеспечивать себе более выгодные условия без наличия каких-либо других конкурентов, не допускают конкурентов к системе газово-транспортной, которая принадлежит им в некоторых странах. С этой ситуацией Евросоюз решил решать эту ситуацию более-менее комплексно, и поэтому пакет, так называемый третий энергетический пакет, который включает в себя список мероприятий, которые проводят все страны Европейского Союза. И есть страны-исключения. Латвия – это одна из стран-исключений. У нас было право не вводить определённые нормы достаточно долгий период времени. Определённые нормы мы могли не вводить 10 лет. И эти нормы связаны с тем, что, скажем так, не нужно было нам делать. Это связано с тем, что объективно Латвия не была соединена ни с одной другой газотранспортной системой Европы. То есть, другими словами, мы физически не могли получать газ ни откуда, кроме России. Именно так. А теперь можем? Теперь можем. Это ввиду чего? Ввиду Куайпадского терминала жиженого газа и расширения газотранспортного соединения между Куайпадой и местом Киминай. То есть, это, по большому счёту, соединение с Латвией. Господин Домбровский, Вы как оцениваете этот процесс? То есть, он действительно призван, скажем так, расширить круг поставщиков? Действительно ли у нас появится конкуренция ввиду либерализации рынка? В целом, я процесс расцениваю положительно, но по, может быть, несколько другим причинам или я бы сделал несколько другие акценты. Начнём с конкуренции как таковой. Я думаю, здесь было бы несколько не совсем правильно сравнивать с конкуренцией, скажем так, на такие обычные товары, как, скажем, компьютеры или телефоны или так далее. То есть, здесь речь идет о том, что поставщиков теоретически как таковых, у которых есть газ, их весьма много. Скажем, даже у нашей латвийской бывшей колонии Тринидад-Табага производят, на самом деле, мало природного газа. Но вся проблема в транспортировке. То есть, в отличие от обычных товаров, нет дешёвые транспортные сети, корабли, самолёты, фуры, в конце концов, которые могут всё это транспортировать. Есть по-большому два способа транспортировать газ. Это или построив трубопровод, что занятие очень и очень дорогое, или это делать в сжиженном виде, тогда опций больше. Но технически газ сжиживать, транспортировать, потом опять приводить в обычное газовое состояние, процесс тоже весьма и весьма дорогостоящий. То есть, поэтому здесь конкуренция не настолько простое понятие. То есть, это рынок, где стоимость транспортировки, на самом деле, определяет, я бы даже сказал, в большей мере эту конечную цену на газ, чем для многих других товаров. То есть, в виде акцентов я это больше вижу как обеспечение, скажем так, пожарного выхода на других поставщиков. В случае, если имеющиеся поставщики, скажем так, слишком завышают цену по сравнению с альтернативными. В итоге у нас газ подешевеет или нет? Давайте, наверное, просто поймём, что ни я, ни нынешний министр, ни бывший министр Домбровский не влияем на мировую цену на газ. Но нам было бы очень здорово, мы бы так хотели наверняка, чтобы мы могли бы так одним щелчком повлиять на то, что происходит в мире. Наша задача не обеспечить определённую цифру, наша задача обеспечить, что наша цена в регионе процентуально не выше, чем цена в соседней стране. То есть, если, предположим, Литва платит 100, чтобы мы не платили 110 в этот момент. Если бы кто-то платит, предположим, 200, мы не платим 220. Так, подождите, ведь для Латвии российский газ до этого был дешевле, чем для Литвы и Эстонии, к примеру. Зачем же нам в таком случае строить какие-то ещё запасные входы-выходы? Ну, на данный момент, на данный момент литовская цена на газ для потребителей ниже, чем латвийская. Литовская, это вы имеете в виду какую цену? Газпрома? Я имею в виду совокупность контрактов Газпрома и контрактов, которые они имеют на поставке жиженного газа. То есть, конечный потребитель получает дешевле, чем сейчас получает конечный потребитель в Латвии. То есть, хотите сказать, после либерализации рынка, которая в Литве уже произошла, газ подешевел? В Литве подешевел, но, опять же, я говорю, что тут важны не столько временные рамки, что с чем связана либерализация и снижение цен, а связано, важно то, что теперь Литва не платит на 30% дороже, чем платила до этого. Да, но это произошло ввиду либерализации или ввиду других причин? В том числе, но в том числе и в связи с тем, что мировая цена на нефть снижается и снижается объективная цена на газ. Да, но если это от того, что снижается цена на нефть и снижается цена на газ, то зачем тратить деньги на соединение и проводить либерализацию? Потому что, когда цена на нефть была для всего мира одинаковой, Литва платила на 30% больше, чем Латвия. Вот и вся разница. Да, но Латвия-то платила и платят, в общем-то, меньше, чем Литва. То есть, у нас нет такой необходимости? Не, ну, буквально, если вспомнить то, что я говорил буквально две минуты назад, то я сказал, что Литва сейчас платит меньше. Давайте начнем с этой точки зрения и рассматривать ситуацию. Литва платит меньше. И вы утверждаете, что это происходит в том числе ввиду либерализации? Да, в том числе это происходит за счет того, что снижается общая мировая цена. Но теперь нет разницы между тем, существенной разницы между тем, что платит Литва и что платит Латвия. До этого разница была. То есть, до того, как Литва провела ряд мероприятий, связанные с постройкой терминала и других мероприятий, они платили выше, в среднем, чем регион. Так это просто по времени совпало, постройка этих? Не только. Нет, это не только совпало по времени. Это совпало, прежде всего, как какое-то действие, которое вызывает ответную реакцию «Газпрома». Компания «Газпром» – это умный, интеллектуально богатый концерн, который понимает, что в новых условиях он может работать иначе. Он видит возможность поставок терминала жиженного газа. Концерн «Газпрома» может сразу же предложить цену, с учетом того, что Литва в прямое соединение имеется Российской Федерацией, сразу же может предложить цену, которая ниже, чем любые поставки, чем терминал жиженного газа. Таким образом, сделав это, они обеспечивают энергетические цели Литовской Республики, более дешевые поставки газа. Плюс в любой момент есть возможность альтернативных поставок. И вот эта модель, к сожалению, не может работать при полной монополии. То есть, если в стране полностью монополизирован один или другой рынок, такая ситуация невозможна, потому что такие задачи нельзя лишить. — Господин Добровский, все-таки в Литве газ подешевел, потому что мировые цены на нефть упали или потому что произошла либерализация? — Давайте здесь не совсем простой вопрос. Давайте попробуем из этих дебрей выбраться. Значит, были две страны — Латвия и Литва. В Литве платила за газ, то есть обе страны на 100% зависимо от поставок от «Газпрома». Других путей нет. Литва платила за газ примерно на 30% дороже. Почему? Ну, очевидно, в глазах «Газпрома» и России Литва вела себя как-то хуже, чем Латвия. — Причем, насколько я понимаю, это, в принципе, самый дорогой газ в ЕС. — Да, не будем вдаваться в причины, почему. То есть, Литва поэтому инвестировала средства в постройку альтернативного источника газа, то есть построила терминал сжиженного газа. Естественно, «Газпром» очень оперативно тут же снизил цену до той цены, где, наверное, в Литве было примерно все равно покупать сжиженный газ или покупать у «Газпрома». Скорее всего, более выгодно было покупать у «Газпрома». То есть, таким образом, Литва решила весьма элегантно, я думаю, свою проблему плохих отношений с «Газпромом». То есть, я думаю, основной вывод из этого, может ли Латвия, построив себе терминал сжиженного газа, снизить цену на 20-30%, но, я думаю, ответа однозначно, скорее всего, нет. Потому как, скажем так, изначально у нас этих особых отношений с «Газпромом»… — Особо плохих, имеете в виду? — Особых не было. Так что здесь, ну, скажем так, насколько это из-за либерализации, я бы сказал, это больше из-за того, что Литва инвестировала средства, причем немалые средства, мне кажется, в целом это около 700 миллионов евро, если я правильно помню порядок цифра в постройку терминала сжиженного газа. — Да, но зачем Латвии при такой ситуации инвестировать в дополнительную инфраструктуру? То есть, вот это соединение польско-литовское, часть этого соединения, вернее, сопутствующий проект, мы будем финансировать на своей территории сами. Плюс расширение трубы из Клапида в Латвию. Нам это зачем? — Ответ на этот вопрос примерно такой же можно задать. Скажем, есть комната, из комнаты есть один вход-выход. Тут приходит пожарная инспекция, говорит, вам необходим пожарный выход. То есть, можно задать вопрос, зачем? Мы же, может быть, не собираемся пользоваться все время пожарным выходом, но ответ на случай пожара. Тогда неплохо бы иметь второй запасной выход. То есть, такой же ответ и здесь. То есть, это больше вопрос энергетической безопасности. Ну, возможно, также вопрос торга по ценам в случае, если вдруг у нас тоже образуется, ну, скажем так, более особое отношение с «Газпромом», как в свое время у Литвы. Но в основном, если мы, скажем так, посмотрим цену пожарного выхода для нас и для Литвы, то есть, Литва, еще раз повторю, заплатила за свой терминал сжиженного газа около 700 миллионов евро, для нас наша доля в польско-литовском газопроводе – это… 14 миллионов евро. 15 миллионов евро. То есть, по сути, я думаю… Да, но мы за там экспортировку будем платить еще. Ну, если это из Польши или польско-литвы. Это в том случае, если мы будем оттуда газ покупать. То есть, 14 миллионов за пожарный выход – это нормально. Еще раз, наличие пожарного выхода еще само по себе не значит, что вы будете каждый день по нему входить и выходить в свое жилье. То есть, в итоге, на ваш взгляд, после того, как будут введены в эксплуатацию все вот эти газопроводы, которые на данный момент запланированы, газ в Латвии станет дешевле или нет? Или подорожает, господин Добровский? Я думаю, что скорее дешевле не станет. Но это даст, скажем так, определенную психологическую подушку безопасности тем, кого это очень сильно волнует, что в случае чего какого-то часа X у Латвии будет возможность полностью заменить поставки газа от Газпрома на поставки газа из Катара, Швеции, нашей этой бывшей колонии, Америки и откуда-то еще. Хорошо, подорожает ли газ? Дешевле не станет, это мы поняли. Но станет ли он дороже? Я не вижу каких-то предпосылок к тому, чтобы газ стал дороже. Если только за исключением того, что цены на газ, они прямо связаны с ценами на нефть. Если нефть вдруг подорожает, но для этого вроде предпосылки особенно тоже не наблюдаются, то и газ станет дороже. Как, например, сейчас нефть стала значительно дешевле, и газ тоже стал значительно дешевле. Хорошо, а если принять во внимание, что вот эти инвестиции в эти газопроводы и так далее, их, возможно, кто-нибудь захочет включить в тариф. Если мы также исходим из того, что при либерализации у нас из Латвии с газа образуются две компании, плюс оттуда выходит из одной из компаний в итоге выходит Газпром. Непонятно, в каких отношениях мы остаемся с Газпромом, и непонятно, какие цены он захочет устанавливать в дальнейшем. Вероятно, появятся какие-то другие тарифы вот у этих двух монополий. Пока что монополий, пока никто больше не пришел. Учитывая все это, не думаете, что тариф все-таки повысится? Это даже невозможно совершенно точно, что эти цены и сдержки на соединения будут включены в тариф. То есть газ подорожает? Но, может быть, вы поможете с точными цифрами. 15 миллионов евро, скажем так, единовременная выплата на всех, я думаю, это не существенно не повлияет. Я думаю, что это настолько абстрактный разговор, насколько он может быть абстрактным. Подождите, что тут абстрактно? Я объясню. Абстрактно то, что мы связываем какой-то один процесс, который не выражается в цифрах, с процессом, который выражается в цифрах. Либерализация, как факт, не несет за собой сразу каких-то дополнительных издержек, издержек, больших издержек, которые влияют на цену на газ. Если мы, скажем, берем какую-то легкую экономическую модель, предполагаем, что ничего в этом мире абсолютно не поменялось, то есть абсолютно тот же оборот, абсолютно те же самые мировые цены на нефть, все абсолютно не меняется. Единственное, что меняется, это дополнительные инвестиции в межсоединения. При таком раскладе цена на тариф, который, скажем, определяется регулятором, изменится. И мы считали, сколько примерно, например, это польско-литовское соединение среднему домашнему хозяйству обходится. Примерно в 0,2 цента в год. Вот эта цена, которую мы платим за безопасность. На фоне общего падения цен на газ, я думаю, что суммарный эффект, естественно, будет... То есть, а если мы включим все-таки момент, что у нас еще на рынке нет очень серьезных игроков, на рынке нефти, например, Ирана, с которым ведутся активные переговоры, соответственно, у нас есть определенная вероятность думать, что какое-то время цена на нефть с учетом низкого роста в Китае все это может продолжиться. Понятно, что мы не можем сейчас пригладать историю на 50 лет вперед. И понятно, что будут пики, будут исторические подъемы, будут исторические спады и впереди. Но, отвечая на вопрос, изменится ли цена на газ, скажем, в краткосрочной перспективе, если она изменится, то именно с точки зрения либерализации, либерализация как таковая не влияет на повышение или снижение цены моментально, но она влияет на возможность при росте, скажем, желании монополии получать больше прибыли, либерализация обеспечивает нам гарантию, что цена на газ не поднимется. То есть, если мы испорцем отношения с Газпромом, в чем я сомневаюсь, потому что это нормальное отношение между покупателем и продавцом, и Газпром откажется вообще поставлять газ в эту страну, от чего он пока не отказывался ни в одной другой стране мира и Европы, то, безусловно, нам нужно будет обращаться к каким-то партнерам и искать способы поставки через терминал жиженного газа в Клайпеде, который при достаточной эксплуатации обеспечивает полностью весь годовой объем, который Латвии нужен. То есть, с точки зрения безопасности мы обеспечены, с точки зрения цены мы обеспечены, потому что цена терминала жиженного газа, она определяет этот порог, который Газпром не может перешагнуть. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Сорвался, к сожалению, звонок. 6-72-12-93-9, 6-72-13-93-9. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот когда у вас выходят политологи и говорят, тогда все понятно. А когда экономисты говорят без единой цифры, а только фразами общими, с директив каких-то, тогда становится не очень понятно все. То есть понятно, что все неправильно говорится. И я объясню почему. Ну, во-первых, ваш гость из Министерства экономики сказал, что все началось с ситуации на Украине по причине Газпрома. Ситуация на Украине началась с того, что Украина перестала платить за газ. Поэтому Европа стала ощущать проблемы с газом, а не потому, что у Газпрома газа не хватало. Это первое. Второе. Ни одному здравомыслящему человеку ваши гости не докажут, что газ, который добывается в России, дороже, чем газ, который привозится из Катара. Это второй момент. Третий момент. Конечно, Литва, построив за 700 миллионов терминал, хочет, ну, грубо скажем, отбить эти деньги. И чисто политическое решение прицепить к себе Латвию, Эстонию. Теперь выяснилось, что это мало, еще и Польша туда же. Все эти 15 миллионов, это все просто, ну, не хочу говорить какие-то плохие слова, это просто, ну, бред какой-то. Речь о 15 миллионов надо оправдывать, а не 15. И самое главное, что в Латвии всегда будет повод сказать, что повысили цены на газ, потому что подорожала нефть. И я вам приведу пример. Пойдите на любую заправку и сравните цену на бензин, которая была год тому назад, когда нефть стоила больше 100 долларов, и сегодня, когда нефть стоит 50. Разница в четвертом знаке. Так же будет с газом. Потому что это решение не техническое. Решение неразумное. Решение технически безграмотное. А решение политическое. Потому что так надо Евросоюзу. А когда рассказывают о том, что газ будут привозить из Америки, то людям, которые это говорят, говорят, недолжности надо занимать. Ну, я лучше промолчу. Успехов. Всего доброго. Как можете прокомментировать? Ну, очень просто. Я думаю, что это такая токсичная тема. Мы называем некоторые вещи токсичными. То есть, сразу очень много эмоций, ненужного возбуждения. Ну, вот первая часть, которая относится ко мне, что я сказал и что услышали. Ни слова ни о том, кто виноват в кризисе поставках. Ни слова о том, это Украина, не Украина, а Газпром, не Газпром. Но суть в том, что Европа в один момент столкнулась с ситуацией, когда определенные члены Евросоюза не могут получить газ в определенном количестве. И они связаны действующими контрактами с определенной монопольной компанией. Никто другой в конкретной стране в конкретное время поставить газ не может согласно контрактам. И вот, что Европа дальше решала. То есть, тут никто не виноват с точки зрения поставки компаний, непоставки. Совершенно другой вопрос, мы его не обсуждаем. Про цифры. А можно давайте продолжим процесс про цифры сразу после новостей и рекламы? Прервемся буквально на несколько минут, не переключайтесь. Добрый вечер еще раз в эфире по-прежнему «Войск контроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Напомню, говорим сегодня о либерализации газового рынка, чего нам ожидать в итоге повышение цен или наоборот повышение конкуренции, соответственно сокращение цен. Напомню, что у нас газом страна еще и отапливается, помимо того, что мы им пользуемся для производства кулинарных шедевров. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. У нас в гостях бывший министр экономики Вячеслав Домбровский. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Игорь Исперидонов, представитель министерства экономики, действующий. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Давайте сразу звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, предыдущий звонишер практически разложил все по, как оно все будет. Уже 20 лет государство нам врет беспрерывно. Ничего для народа, чтобы было лучше народу, не сделано совершенно ничего. С электричеством мы уже видели, как все это произошло. С газом будет то же самое. 15 миллионов в итоге перерастут в 150 миллионов. Потом еще больше. Потом это надо будет все кому-то обслуживать. Значит, эти цены останутся. В итоге, для того, чтобы отсюда российский газ будут закачивать по одной цене, а продавать нам будут литовский газ по более дорогой цене. Это просто очередной маневр раздела денег себе в карман, потому что все равно ни за что ответственности не несут. Политическая ответственность в итоге будет, и все на этом закончится. Чистый обман. Опять народа. Вытянуть народа с бюджета деньги, положить себе в карман, и ребята, ну, мы признаем, мы ошиблись, извините. Вот так все и будет. Ничего не изменится. Спасибо. Философское замечание. Все, что могу сказать. Но очень сложно комментировать фразу «Ничего не сделано для народа, и в 20 лет ничего не произошло хорошего». Я понимаю, что... Давайте мы начнем с цифр, которые вы обещали озвучить до того, как мы ушли на новости рекламы. Да, возможно, интересные просто какие-то вещи, факты, которые, нужно понимать, что происходит с газовым рынком в Европе, в мире. Ну, первая базовая такая жизненная вещь, которую нужно помнить. Газ в Европе, как и вообще энергоносители, значительно дороже, чем у конкулирующих экономик. То есть, Соединенные Штаты Америки получают энергоносители, производят электричество значительно дешевле, чем европейские производители. То есть, это вопрос конкуренции всего континента. Это не вопрос к Латвии или кого-то другого. Поэтому, конечно, страны ищут способы, каким образом обеспечить более дешевые цены на энергоносители, и вообще на энергию как таково, в том числе электричество. Используются разные методы. Возобновляемая энергетика, попытки энергоэффективности, то есть, сокращение расходов и так далее, и так далее, и так далее. В этой всей системе газовый рынок – это одно из венецепи, которое очень важно, но при условии, что у газа конкурентная цена. То есть, в Латвии оборот газа за последние несколько лет уменьшается по 10% в год. Почему? Потому что цена была слишком высокая для домашних хозяйств, которые не использовали это как источник отопления. для предприятий, которые не производили достаточное количество какой-то другой продукции, используя газ и так далее. Поэтому наша задача, если мы смотрим на карту Европы, на карте Европы мы видим, там, где есть монополия, там цены выше, там, где нет монополии, цены ниже. И если про цифры, ну, посмотрим, сколько Газпром, предположим, предлагает, какие цены в Белоруссии или какие цены он предлагал в Украине до кризиса, и какие цены он предлагает в Латвии или предлагал в Литве, хотя, в общем-то, территориально или, скажем там, по длительности, по удаленности от магистральных трубопроводов, мы примерно в одинаковой ситуации. Поэтому для того, чтобы не было такого, что компания выбирает, какой стране, по какой цене продавать газ только потому, что нравится или не нравится страна, для этого используется модель открытого рынка, где от одной компании мы независимы. Господин Домбровский. Конечно, я тоже не буду комментировать, сказано еще 25 лет и в общем, да, скажем так, но с общим неприятием бороться, конечно, и, ну, бесполезно в целом, да. Но пытаюсь разложить, ну, как-то максимально по пальцам, на пальцах, скажем так, происходящее. Вопроса два. То есть первый – это вопрос газопровода, возможности покупать газ где-то еще. Только возможность. И второй же вопрос – при наличии альтернативы, где покупать. То есть если мы говорим о вопросе газопровода, то есть общая установка, что должен быть более чем, возможно, чтобы покупать газ не только у одного поставщика. Такая установка есть во всем Евросоюзе, могут хоть треснуть, да, то есть любой из слушателей, да, но такая есть. И Латвия решила этот вопрос, я думаю, гораздо более элегантно, чем та же Литва. То есть еще раз повторюсь, что Литва свой вопрос решила за счет, во-первых, инвестирование 700 миллионов в терминал жиженного газа, во-вторых, Литва тоже заплатит за тот же польско-литовское соединение, Юрий, сколько примерно? Только значительно больше, примерно 70 миллионов. 70 миллионов. В то время как Латвия заплатит за вот эту вот альтернативу, возможность покупки газа где-то еще, всего 15 миллионов евро. Что, по-моему, цифры не идут ни в какое сравнение. И это один из тех случаев, где вопрос действительно решен весьма элегантно и выгодно для латвийского налогоплательщика, чтобы какое бы ни было желание думать как-то еще. Это раз. Второй вопрос. При наличии альтернативы, где покупать газ? Но здесь, естественно, где дешевле? То есть если предлагает дешевле газ Катар или кто-то еще, почему бы нет? Если газ предлагает дешевле Газпром, то тогда Газпром. Если мы говорим об объективных факторах, то, естественно, объективно газ, приходящий из России, скорее всего, всегда будет дешевле. Почему? Потому что, как я уже сказал, основная составляющая цены объективно – это транспортная инфраструктура. То есть то, что уже было построено, оно объективно эксплуатируется дешевле, чем то, что еще нужно построить и поэтому отбить все инвестиционные издержки. Другой вопрос, если по каким-то, опять же, политическим причинам Россия, Газпром решит поднять цену на газ. То есть здесь преимущество того, что есть пожарный выход, это то, что фактически можно тогда покупать газ у того же Катара, Швеции, бывшего от Вестской колонии, Америки или что-то еще. То есть вот фактически и все происходящее. По поводу цифр. Вот по данным Еврокомиссии, но это, правда, первый квартал 2015 года, более поздних данных нет. Насчет вот этой альтернативы, которая, возможно, будет дешевле, получается, что в Литве жиженый газ стоит 29 евро. Это при том, что российский около 33, а в Латвии российский 28 евро. То есть получается, что жиженый газ литовский все равно получается дороже, чем в Латвии российский газ. Если мы сейчас проводим либерализацию, принудительно уводим Газпром из акционеров одной из компаний, которые у нас газом занимаются, то, возможно, но все-таки отношение с Газпромом испортится, и, возможно, в России появится желание поднять цену на газ. Возможно, нам придется покупать вот этот жиженый, который сейчас получается дороже, чем российский для Латвии. Ну, скажем, я думаю, что мы будем прагматичны. В любом случае, в любом развитии ситуации, я думаю, что мало кто рассматривает ситуацию как прекращение поставок. Россия и Газпром остаются надежными поставщиками энергоресурсов для Латвии. Латвия никогда не испытывала проблем с поставками, и я не думаю, что вопрос выхода из акционерного общества является для Газпрома каким-то очень существенным фактором, поскольку они осуществили выход из десятков акционерных обществ по всей Европе. Ведь стратегия Газпрома на определенном этапе была участвовать во всех предприятиях, в капитале разных предприятий в разных странах Европы. И Газпром оттуда уходит. И в этом нет ничего трагичного, это новые правила. И мы видим, что Газпром очень быстро приспосабливается к тому правилу. То есть, считаете, что Россия, я сейчас так совсем упрощаю, не обидится на то, что мы проводим либерализацию рынка, пытаемся найти ей какие-то альтернативы, вообще, в принципе, ну, принудительно выводим Газпром из акционеров? Ну, я просто думал, что это очень странно обижаться на то, что известно уже примерно 10 лет. Да, но чтобы 10 лет откладывали. Да, но у нас больше нет оснований это откладывать. У нас, к сожалению, та норма, которая нам позволяла что-то откладывать, она кончилась. То есть, переходный период составлял на определенные нормы директива 10 лет. Он кончился в 2014 году. Это первое, что у нас прекратилось. Мы не имеем права больше ограничивать доступ третьих лиц в газотранспортной системе. В 2004 году директива, переходный период закончился. Понятно. Газпром и Россия не обидятся. Господин Добровский, вы как считаете, все-таки все эти наши процессы не спровоцируют какую-то негативную реакцию со стороны России, которая, возможно, может быть, вылиться в повышение цен на газ? У нас так бывает иногда. Ну, знаете, в большой картине, я думаю, то, что у нас происходит, это, я бы сказал, больше капля в море. То есть, в большой картине, как мы видим, есть, ну, скажем так, мягко говоря, похолодание отношений между Европой в целом и Россией. То есть, в конце концов, те процессы, ну, ладно, назовем это либерализации, то есть, газового рынка, они действительно были запланированы и происходят уже многие-многие годы. И это часть общих отношений между Европейским Союзом и Россией. То есть, я думаю, здесь на общем фоне у «Газпрома» специфически на Латвии обижаться действительно повода весьма и весьма мало. То есть, ну, Латвия-то фактически и так делает, ну, почти последний возможный момент, то есть, либерализацию газа. То есть, конечно же, исключить полностью любое нерациональное поведение нельзя, хотя «Газпром», мне кажется, до этого как-то не был замечен над тем, чтобы вести себя нерационально. Но даже если такое нерациональное поведение будет, то есть «Ничикамское хранилище», то есть оно дает возможность всей Латвии потреблять газ сколько лет, около полутора лет, я думаю, вполне спокойно. А дальше есть, на данный момент уже оперирует тот же литовский терминал жиженого газа. Если к 2019 году действительно будет построен польско-литовский газопровод, то он дает доступ также и к газу из системы Западной Европы, к тому же там терминалу жиженого газа Польши в Самина-Ющи и так далее. То есть, насколько я вас понимаю, в принципе, не надо опасаться того, что Россия поднимет цены, но все равно эти соединения пускай будут, ну, просто на всякий случай. Как я и сказал, пожарный выход. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ваш гость, Министерство экономики, он, наверное, считает, что он все рассказывает на публику пятого класса. Причем тут договор «Газпрома с Украиной». «Газпрома с Украиной» цена на газ была подвязана под Севастополь и Крым. И в зависимости от этого, от аренды Севастопольской военной базы была цена на газ. Зачем вы нам лапшу на уши вешаете? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему Польша сегодня выступает, премьер-министр Польши, и говорит, что мы воспротивимся против Северного потока-2? Да потому что тут строится, им не надо полякам этот российский газ. Им лучше из Америки сегодня получать. А вы рассказываете о том, что «Газпром» обидится, не обидится. «Газпром» никогда не обидится, потому что ему выгодно поставлять газ. А вот вы лучше скажите, что будет с Инчуканским газохранилищем, если Россия обидится, как вы говорите. И что тогда будет? Спасибо вам. Я не очень поняла ваш вопрос, если вы еще на линии. В каком плане? Что будет с Инчуканским газохранилищем? А потому что Инчуканское газохранилище можно наполнить только российским газом. И сегодня Латвия, сегодня Латвия вообще должна быть королевой в Прибалтике, среди литовцев и эстонтов. Потому что ни у кого нет такой колоссальной вещи, как Инчуканское газохранилище. Но, к великому сожалению, наше правительство не умеет воспользоваться этой конфетой. Спасибо. Инчуканское газохранилище сможет функционировать без российского газа? Да. Очень просто. И второй момент. Вот тут мне хочется немножко защитить правительство. Я не являюсь частью правительства, но тем не менее. Правительство Латвии к компании «Латвия из газа» имеет самое отдаленное отношение. Компания «Латвия из газа» – это компания, принадлежащая компании «ИОН», «ИТЕРА» и «Газпром». Если с газохранилищем что-то не так, то это вина компании, которых я назвал. Поэтому слушатель должен, прежде всего, подумать о том, кому он адресует, скажем, неудовлетворенность конкретной ситуации. По поводу американского газа, об этом тоже очень много говорят. Что, дескать, наша стратегическая цель на самом-то деле заключается в том, чтобы заменить российский газ на американский? Что по этому поводу можете сказать? Я очень… Я просто то, что я откладывал до последнего, я скажу, потому что в этом нет никакого секрета. Мы повторяем это очень часто. Действительно, то, что господин Домровский только что озвучил, это и является позицией министерства до сих пор. Где дешевле, там и покупать. Газ. Если российский газ будет дешевле, прекрасно. Если российский газ будет дороже, будет другой газ. И поэтому это не решение государства покупать у одной страны или другой. Государство вообще не покупает газ. Все-таки объясните, у нас есть цель покупать американский газ? Это довольно распространено. У нас нет цели покупать какой-то газ любой страны, предположим, Катара, по любой цене, только потому что нам нравится название страны. Безусловно, это был бы интересный проект получить из, предположим, Соединенных Штатов Америки пробную партию в этом году, в конце года, в следующем году Шинье, один из крупнейших операторов, начнет поставки жижного газа в Европу. Нам было бы интересно, конечно, посмотреть, как эти поставки происходят в наших условиях. Но это не значит, что мы гарантируем или очень хотим за любую цену получить газ с определенной национальности. Потому что, ну, так, с нашей точки зрения, газ – это химическая форма, а не какая-то национальная принадлежность, которая нам важна в трубе. Еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось, конечно, сказать многое. Понимаю, что время ограничено. Ограничусь одним вопросом, прослушав ряд импозантных фраз в исполнении господина Спиридонова. Скажите, при учете цены литовского газа вы тоже учитываете 10-процентный акцизный налог, которым вы облагаете якобы дорогой российский газ? Спасибо. Да, и, может быть, еще раз повторюсь, компании, которые покупают или хотят покупать литовский газ, они, естественно, оценивают разные предложения с учетом той налоговой базы, которая в Латвии существует. То есть, государство не осуществляет ни одной сделки на рынке газа. То есть, Министерство экономики не покупает газ. Покупают газ коммерческие компании, некоторые компании принадлежат государству, некоторые не принадлежат. Например, Латвэнерго принадлежит. Латвэнерго проводит сейчас переговоры с литовскими партнерами, та информация, которую мы располагаем, что с учетом всех налогов, с учетом всех стоимости транспортировки в Латвэнерго предложена пробная партия газа, которая по цене ниже, чем та стоимость, которую предлагает компания Латвэ из газа, компания Латвэнерго. Вот это та информация, с которой мы работаем. Если это действительно так, если возможно осуществить одну операцию, которая обеспечит более дешевый газ для компании Латвэнерго, это прекрасная новость для нас всех, потому что, значит, компания Латвэнерго сможет дешевле произвести электроэнергию. Так в итоге, господин Спиридонов, вот эта либерализация и постройка дополнительной инфраструктуры, она у нас проводится как запасной выход, вот как говорит господин Добровский, или все-таки для того, чтобы газ стал дешевле? Она производится для двух целей одновременно, и даже там больше, чем две цели. Но это и определение какой-то максимального рубежа, до которого цена на газ может подняться. В данном случае, когда у нас есть… Не для того, чтобы подешевел, а для того, чтобы не подорожал. Для того, чтобы не подорожал, безусловно. И плюс то, что господин Добровский правильно говорит, ну, даже не будем обсуждать геополитические ситуации, просто с точки зрения технического риска. Если линия одна, по которой газ мог попадать в Латвию до этого года, если это линия одна, то риск есть. Может произойти техногенная авария, может произойти любое другое, любое другое обстоятельство, которое не позволит газу, даже всем очень желая, чтобы этот газ попал в Нечкалунское газохранилище, может что-то произойти. Поэтому, естественно, альтернативные источники поставок – это диверсификация риска, разделение риска. Это польза для системы. – Давайте возьмем несколько другой пример, Александр. То есть у нас есть, скажем так, сеть автодорог, железных дорог, авиасообщения. То есть она есть как с Россией, так и с другими странами. Пришло ли бы, может это прийти в голову кому-то, вообще кому-то, скажем, из слушателей, и сказать, что нам, в принципе, достаточно дороги только в одной страну, или там авиасообщения только с одной страной. То есть мы воспринимаем это как само собой разумеющество, что у нас есть возможность поехать как в Эстонию, так и в Литву, так и в Россию, так и через эти страны в другие. То есть почему мы подвергаем сомнению то, что на данный момент, еще раз, для газа есть только одна дорога, и эта дорога из… ну ладно, сейчас уже не совсем так. То есть было, что дорога только в Россию и из России, и что в последнее время прокладываются еще дороги через Литву и через Литву в Польше. То есть что в этом такого с точки зрения транспорта сетей, предосудительного или неправильного. Хорошо, поясните еще один нюанс, который затрагивал один из наших радиослушателей. Вот у нас была произведена либерализация рынка электроэнергии. В итоге электроэнергия для некоторых домашних хозяйств подорожала на 40%. В итоге это получилось потому, что регулятор раньше вроде как бы регулировал, а потом перестал регулировать, потому что рынок стал более либеральным. Вот с газом то же самое не произойдет. Давайте я избавлю Юрия, это в свое время был мой крест. Видите ли, проблема в том, что Евросоюз много что называет либерализацией, и у нас по привычке тоже. Но многое из того, что происходит, оно не совсем либерализация чего-то. То есть основная причина, почему подорожало электричество, и в основном для тех, кто употреблял мало электричества, было то, что до этого была система двухступенчатого тарифа, который при введении, скажем так, новой системы была больше невозможна как таковая ее поддержать. То есть из этого в основном и все это подорожание. То есть здесь надо... То есть с газом этого не произойдет? Нет, потому что в газе сейчас нет субсидированных цен. В электричестве были субсидированные цены, это было не очень ответственное решение кого-то с 2011 года заморозить цены и таким образом дождаться того эффекта, когда в 2014-м нужно их поднимать стремительно и сразу много. Это то, что все жители увидели. Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, не подошло к концу. Напомню, говорили мы о либерализации, или я уж не знаю, как ее теперь называть, рынка газа. В гостях у нас были двое экспертов. Вы университет экономики Вячеслав Домбровский. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. И заместитель госсекретаря министра своей экономики действующей Юрий Спиридонов. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.